Субтитры делал DimaTorzok У некоторых оно происходит легко и просто, у некоторых с напряжением, у некоторых пока не получается. Именно поэтому я и захотел и когда-то опубликовал вот такую вот книжку. Медицинская энциклопедия для родителей и детей. Книжка конечно на украинском языке, поэтому если вы языком владеете или ваши друзья знакомые, вы легко можете ее приобрести. Книга достаточно толстая, вышла издательство здоровья, 450 строить, около 2 миллионов знаков. Объемный труд, который позволяет легче проходить эту систему и получать не просто человека, но здорового человека. Ну, для того, чтобы вы поняли, насколько сложно стать человеком, я приведу вам несколько цифр. Попадая в половые пути женщины, сперматозоид должен преодолеть 5-8 сантиметров, это длина матки, и 10-12 сантиметров, это длина маточной трубы. Ну, так, примерно 20 сантиметров. Кажется, что это небольшое расстояние, которое преодолеть легко и просто. Если бы так было легко, я бы не писал это видео. Размер сперматозоида всего 3 микрона. Он легко помещается между плотно сомнутыми пальчиками, там, в складках папиллярных линий. Единственный у него орган движения, это, если перевести на человеческие размеры, примерно 10-метровый хвост, который находится у него сзади, делая вот такие вот движения, он перемещается навстречу своей яйцеклетке. И вот эти небольшое, казалось бы, расстояние матки превращаются для него в 20 километров на нашей размере. Ну, можете сказать, что, в принципе, такую дистанцию вы преодолеть можете. Да. В легкой одежде, в кроссовочках, безусловно. А лежа, с 10-метровым хвостом за спиной, это уже сложнее. Больше того, сложности создает мама. Навстречу сперматозоиду все 20 километров движется слизь, то есть грязь. Вы знаете, в Англии соревнования есть, бег по грязи. Перемещение по грязи. Но там, по-моему, не 20 километров. Не половина марафонской дистанции. Там значительно скромнее расстояние. Поэтому вот эта матка, казалось бы, так это раз-два и в дамках, ничего подобного. Очень сложно. Дальше у сперматозоида, знаете, что-то не ищет. Налево-направо. Труб-то две. Айцеклетка там всего одна, чаще всего. Но у нас с вами когда-то мы угадали нужную трубу и пошли в нужном направлении. И я за вас рад. Попадая в 12 сантиметров трубы, сперматозоид попадает в еще уникальную ситуацию. Что такое труба? Это гофрированная трубка. То есть, фактически, с точки зрения наших представлений, это складчатая местность такая. Но она не просто складчатая. Там та же слизь, та же грязь. То есть, побегайте по грязи, по горам. Да еще и там растут деревья. Потому что труба покрыта ворсинками. И сперматозоид, я не знаю, у вас был фонарик и ед? У меня не было. Первые шишки я набивал там. На этих деревьях. Потому что вслепую нужно сперматозоид уперся в ворсинку. А рядом стоят еще другие. Обошел ее справа, уперся в следующую. Обошел слева, уперся в следующую. И вот так. Примерно 30 километров трубы. Но если бы это были единственные препятствия, я бы тоже не писал эти видео. Потому что когда у женщины есть хронический воспалительный процесс, какой-то аднексид, сложности резко возрастают. Потому что труба в обычных условиях перестальтирует. То есть, отбрасывает назад тех, кто оказался впереди в неудачное время. А при воспалительном процессе она еще жестче перестальтирует. И в этой книге описаны, как лечить правильно воспалительные процессы у женщин. Для того, чтобы меньше было сложности для деторождения. Потому что воспалительный процесс это одно. А после него остаются спайки. И просто вот такие места, где сперматозой зашел и все, и погиб. Очень сложно дойти. Но когда-то мы с вами. У нас с вами это произошло. Причем на старте было несколько десятков миллионов сперматозоидов. Представляете? Вы в свое время обогнали население Украины и стали единственным, неповторимым в свое роде, найдя ту самую единственную яйцеклетку. Но дальше, в принципе, сложности не заканчиваются. После оплодотворения, да, оплодотворенная яйцеклетка спокойно спускается в матку, имплантируется там. Но пока она находится в трубе, она питается теми токсинами, которые есть в организме мамы. Если мама подумала о предстоящей беременности, к ней подготовилась, почистила свой организм, не вопрос. Если она понимает, в каких экологических условиях она живет, все прекрасно. Если она с этими условиями справлялась, если она питалась правильно, не вопрос. Если нет, в книге есть информация о том, как правильно подготовиться, как рационально очистить свой организм, омолодить его, для того, чтобы подготовить вот к этой самой беременности. В чем есть тут упор и на экологию, потому что не самая простая экология сегодня на планете Земля. Почему это еще имеет значение? Потому что первые 12 недель зародыш развивается, вот эта яйцеклетка развивается без плаценты. То есть плацента это хороший барьер, хороший щит, но первые 12 недель он отсутствует. А все основные органы и системы закладываются первые 3 недели беременности. То есть фактически в тот период, когда женщина еще сомневается, беременность есть или нет, а все уже заложено. Именно поэтому очень важно правильно подготовиться к беременности. Очень важно правильно соблюдать, сопровождать эту беременность. Что еще очень важно? Есть еще один очень интересный период. Это период послеродовый. Он очень интересен и очень сложный и для мамы, и для ребенка родившегося. Почему? Потому что ранний послеродовый период очень сложен, потому что адаптация ребенка самая сложная идет в этот период. А дальше куча бактерий, куча вирусов, куча токсических веществ, куча соблазнов у родителей. А может быть что-то съедимо ребенок не заметит. Заметит все. Поэтому очень важно правильно вскармливать. Оптимально грудное, не получается грудное, можно другими способами вскармливать, не вопрос. Но очень важный период. Очень важно правильно зачать ребенка и первые месяцы, первые годы жизни отдать ему все, для того, чтобы он полноценно развился и сформировался не просто человеком, который будет вас радовать, он будет радовать не только своими успехами и своим появлением на свет, но и своим здоровьем. Поэтому вот эта книга, вы контакты видите, вы можете ее приобрести, не вопрос. Она может стать настольной книгой и для вас, и для ваших знакомых, которые могут думать о беременности. Некоторые уже не думают о беременности, думают как усыновить ребенка. Если вы знаете, очень много случаев беременности наступили с моей помощью. Но без моего непосредственного участия. Просто мои рекомендации приводят к тому, что часть женского и мужского бесплодия неожиданным образом исчезает. И скажем, тот же поликистоз яичников или малоподвижные сперматозоиды куда-то деваются. Наступает нормальная беременность. Поэтому, если вам нужно вот такое настольное руководство для правильного зачатия и для того, чтобы получить здоровых детей, не вопрос, все есть. Если вы хотите получить просто детей, потому что они у вас вовсе не получаются, вы знаете, вы автоматически получите здоровых детей. Почему? Потому что очищение организма, омоложение организма, оно приводит к тому, что потенциальные родители становятся будущими родителями. Потому что их биологический возраст изменяется, он становится детородным. А заодно они могут родить здоровых детей. Конечно, если есть генетические аномалии тут, увы, моя система в этом плане не работает. И если это просто безалаберный образ жизни, то сделав его более здоровым, вы легко и просто сможете получить таких желаемых детей. И не просто детей, а здоровых детей. Поэтому, если вам нужна эта информация более подробная, вы можете спокойно заказать эту книгу, изучить ее в домашних условиях и применить на практике. И тогда вот это видео сможете не просто вы посмотреть, но и ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки или ваши племянники, племянницы. Может быть, более далекое родство может посмотреть это видео. Не вопрос, границ и пределов совершенству нет. Поэтому вы можете и для себя приобрести эту книгу, и для своих друзей, знакомых. Говорят, книга лучше подарок. Вы знаете, а когда книга принесет еще в подарок, как айс, там, знаете, такого небольшого младенца или несколько, я думаю, что это самый лучший будет подарок. Особенно для тех, кто не может по тем или иным причинам иметь собственность детей какими-то способами. некоторые варианты бесплодия, они устранены. У меня это неоднократно получалось. Я уверен, у многих из вас тоже это получится. От вас зависит одно. Пишите, звоните. Спасибо. Спасибо.